Доброе утро! Одесский вам привет из Закарпатья. Вы уже видите на колесах. Смотрите, какая у нас сегодня погода. Сегодня 4 градуса всего лишь, как мы выезжали из дома. В отличие от вчерашнего, плюс 19. Вот такие тут сюрпризы. И сегодня воскресенье, 13 октября. И мы едем на речку. Но Юра хочет попытать счастье. Может быть у него что-то получится. Может быть какой-то там дурной форель и клюнет на крючок. Или дурной карась. И вот он мне говорит, что сейчас на форель запрет. Но вы же понимаете, что это была шутка, конечно. Никто форель сейчас ловить не собирается. Но вообще, что клюнет, то и клюнет. Платвичка. Может и платвичка. Но мы едем на речку Боржаву. И это буквально минут 5 от нашего дома. В обратную сторону от Берегова. Вот у нас такие горы. Солнышко встает. Тучки разгоняет. Вот въехали в ближайшее село с нами. Это село тоже под названием Боржава. Так же, как и речка называется. Ну, оно такого же типа, как и наше. Неплохое. Мы тут как-то уже тоже ездили. Рассматривали. В то время, как у меня потерялся телефон тогда весной. Я его снимала. И тут даже снимала какие-то дома на продажу. Тут есть пару домиков, где написано продается. Вот. Но так как телефон у меня тогда потерялся, то эти видео, к сожалению, так и не вышли. Сами есть. Вот мы уже выехали почти за село. Юра дорогу знает. Он уже здесь когда-то был на речке. Ой, я думала, что я сегодня после вчерашнего восхождения не встану от крепатуры. Но ничего, так бодренько. Немножко, правда, ягодицы чувствовались. Но ягодицы это дело такое. Они должны быть всегда накачаны попа, как орех. Помните вот эту смешную песенку? Так что это даже полезно. Мы взобрались на дамбу. Надо было снять, какая она была почти вертикальная. Теперь спускаемся вниз. Дорога очень каменистая, горная. Но у нас же машина специально для этого приобретена. Для таких дорог. На старость лет, так сказать. Чтобы наслаждаться жизнью. А тут, блин, это война. Не дает жить нормально. Ай, едем под таким наклоном. Аж даже как-то... Как это молодежь говорит? Не буду говорить. Стремновато, короче. Да если там, но там и были сном, как уже. Но после вчерашнего похода на Замковую гору, я уже ничего не боюсь. Мне уже никакие горы и наклоны не страшны. Боже, какая тут красота. Какое красивое место. Ну мы далее проезжаем. Потом приедешь сюда и будешь снимать. Там дамба такая. Ничего себе. Да, Юра говорит, что мы дальше проедем. Ну я там вся раз супер. Слышите, как шумит? Там такой перепад воды. Шлюзы, шлюзы, да. Ну мы туда сейчас пойдем. На траве такая роса, рясная. Отсюда произошло слово рясная. Прямо мокро-мокро. Хорошо, что мы с Юрой вместе резиновые сапоги одели. Прямо как настоящие рыбаки. И Аделька у нас в камуфляже. В рыбацком. Резиновые сапоги прямо очень в тему. Хорошо, что Юра мне это напомнил. Ну и здесь даже в таком месте следы человеческой жизнедеятельности. Вот я не знаю, у нас уже такого очень редко можно встретить на природе. Люди как-то обычно за собой убирают. Но уже, наверное, как-то перевоспитались. Раньше тоже было грязно. Можно было встретить следы от костров, от посиделок и так далее. А ну не лезь туда. Сейчас все стараются все с собой забирать и выбрасывать в специальных для этого местах. Да, Юра? Ну ведь совсем не сложно собрать после себя мусор, вот эти вот все пластиковые бутылки в кулек и увезти, выбросить на мусорку, чтобы в следующий раз приехать уже в чистое место, а не в свинарник. Ну тут, конечно, слов не хватает от возмущения. Такая кругом красота. И оставлять вот эти вот, не знаю даже, как назвать, следы после себя. А потом уж сам сюда приедет и будет возмущаться, как грязно, как грязно. А кто же эту грязь оставляет тут, интересно? Блин, ну я просто развозмущалась. Нельзя этого делать, нельзя. У нас там подкормочка, приманочка, все как положено. Только спиннинг Юрка забыла. Ржет сам себе. А что вот это торчит? Это разве не спиннинг вот с рюкзака торчит? А, да. Спиннинг есть, а что цеплять нету, понятно. Ну, будет, значит, удочка. А вот там вот та дамба, через которую мы переехали. Еще моделька на разведку. Посмотрим, что там так шумит. Что там за дамба? Что там за... Какой-то здесь дом стоит, но он без окон нежилой. И вообще он нежилого вида. Может быть, что-то здесь такое стояло. Техническое вот именно для шлюзов, для этих. Ой, какие паутины красивые. Они все... Боже, их сколько здесь. И они все в росе. На них роса вот этими бусинками висит. И они такие красивые. Смотрите. Ой, какие красивые паутины. Они развешаны тут как вуаль на всех ветках. Вон там дальше, по реке, шлюзы. Серебрятся паутинки на солнышке. От нашей машины по росе, смотрите, какая колея осталась. Это потому, что роса. Все мокро, очень мокро. Да, Аделя, там опять куча мусора. Мы заметили. Безобразие, да? Видите, какая дамба. Оцените высоту. Вот с той стороны столбы. И видно их только верхушки. Какая красота. Оцените всю мощь этой падающей воды. А это радуется простору. Гоняет. Да? Вот такой простор горной речки Боржава. Там какие-то пороги. Все бурлит и шумит. А здесь шлюзы. С той стороны вода спокойная, спокойная, как зеркало. Через шлюзы перекатывается и вон как бурлит. И уровень воды там выше, до шлюзов. А здесь вон аж насколько ниже. Интересно. И парит, парит водичка. Хотелось бы спуститься вот туда вниз. Но спуска я пока не вижу. Может быть где-то вот там в кустах есть. Надо пойти на разведку. Очень-очень ценно, что людей здесь вообще сейчас нету. Вообще это место довольно популярное у местных, у местного населения. Юра здесь рыбачил летом. Если помните, я даже видео, то, что он присылал, вставляла в свои ролики. Тут народ был. Рыбачил прямо вот тут вот на месте, где перекатывается вода. Потому что там не глубоко. Это мотается, мотается. Да, вот здесь, по идее, спуститься можно. Но вы знаете, глина и очень скользко. Не хочется проехаться на пятой точке. Прямо до речки. Так что пока что эту идею. Насчет спуститься пониже отставим. Смотрите, как интересно. Колоски опутанные паутинкой. А паутинка вся в мелких-мелких капельках тумана. Умчалась вдаль. И вот еще я обнаружила одну каменистую тропинку вниз туда, к берегу. Надо пойти посмотреть. Но, скорее всего, там тоже мокрое и скользко. Смотрите, какой простор. Травка молодая. Вышла, видимо, после дождей. Свежая, свежая. Здесь речка. А здесь пошла вот такая вот таинственная заросшая аллея. Смотрите, как классно. Правда? Листья желтые нападали уже. Так по одному летят, летят сверху листики. Куда ж ты приведешь меня, а, дорожка? Вот отошли буквально немножко вот так вот углубь. И уже такое полное ощущение, что ты где-то абсолютно один в каком-то диком, заброшенном, безлюдном месте. Адель, нельзя эту воду пить. Ты что? Смотри, какая лужа черная. У Адельки уже, видимо, лапка перестала болеть. Уже бегает так бодренько, а то бедная хромала несколько дней. О, вот там дорога какая-то. Это мы с нее съезжали, по-моему. Да, это мы с нее с дамбы съезжали. В этом месте эта аллейка раздвояется. И дорога одна пошла туда вниз. И, видимо, когда сухо, то можно туда на машине прямо к самой воде съехать. Но сейчас там очень вязко, и я вижу там лужи. Ну что ж, дождей сколько было. Много тут шиповника. При желании можно набрать экологически чистого шиповника. Я сегодня перепугалась и надела вот зимнюю курточку. Но не холодно. Я думала, что будет холоднее. Нормально так, комфортно. Ветра нет. Какой воздух! Какой простор! Речка Боржава. А вот тут, где мы остановились, уже почти совсем тихо и почти совсем не слышно шума воды. Хотя и это совсем рядом получается. За дамбой с той стороны, где вода вот такая гладкая, ровная и спокойная. И только отражение деревьев, которые растут на противоположном берегу. Как видите, еще растут кое-какие цветочки. Вот там наш рыбак сидит, видите? Медитирует над своими крючками. И да, я уже запомнила название этой колючки. Ворсянка. И даже прочитала про нее в интернете сведения. Оказывается, ее использовали в старину для вычесывания шерсти. Для того, чтобы сделать тонкую шерстяную ткань. Еще ее используют для составления сухих букетов. Модно всякие колючки в них такие ссовать. Нету поклевочек, да, Зая? Обыдно, однако. Ну, не особо и рассчитывали, но, конечно, хотелось. Да? Ну да. Все равно приемно. Все равно приемно. Ну, Юра там пусть ловит, а Викуся будет располагаться с комфортом. Опа-на! Ну вот, как-то так. Иди ко мне. Иди, моя хорошая, иди сюда. Иди, иди сюда. Иди, иди, иди. 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 Что там, чистые уши? Ничего не заползло? Все, собираемся домой. Я все-таки наломала этих колючек, потому что их здесь огромное количество растет. Думаю, что-то попробую из них слепить. Съезжаем с дамбы. Какие барбосы, какие краски. Смотрите, какой сеновал тут. Ой, трясет, однако. Улегся, и все равно. Смотри, какое огромное, да. Пришлось его объезжать. Продается дом, кстати. Вон написан. Хороший дом. Ой, место очень хорошее. Не знаю, насколько хороший дом, но местечко вообще классное. Прямо под рекой. А небо какое стало синее, красивое. Да, все солнце было. Мне нравится, что здесь в основном во всех селах, даже проселочные вот такие вот дороги, все не заасфальтированные. Асфальт, правда, разного качества. Есть и вообще такой покоцанный, но все-таки это не грязь. О, распогодилось у нас как сегодня. На солнце прям жарко. А здесь под домом так вообще реально загорать можно. Да, Аделя? Хорошо тебе? Все, мы дома. Юра делает экран для печки, а я готовлю обед. Ну, а Аделька, как всегда, в курсе событий. И в их прямо, прямо-таки гущене. Экран будет на некотором расстоянии от стены. Юр, сколько там получается расстояния примерно? От стены? Ну, миллиметра, наверное, сантиметра. Ну, сантиметра где-то? Нет. Полтора, больше? Вот на таких штуках будет стоять 18 миллиметров от стены. Хоть в этой модели и есть защита с тыльной стороны, но мы решили перестраховаться. Слушай, ну, красиво получается. Впрочем, как у тебя все, как обычно. Красиво, аккуратно, чики-чики. Чики-пуки. А на обед мы сегодня уже, к сожалению, доедаем богрыч. И, о ужас, у нас будут магазинные вареники. И да, признавайтесь, кому-то мне нравились мои красивые зелененькие мисочки. Меня они вполне устраивают. Юр, тебя устраивают миски зеленые? Чудови. Говорит чудови. Ну, вот и мне тоже так кажется. Ой, зачем ты этот свет включил-выключил? Вот так. Так как-то уютнее. Все, садись. И дожди. Оп, вот один маленький нюансик. Так, воскресный, воскресный обеденный нюансик. Да, вот так вот. Опа. А ты уверен, что я тоже буду? Нет, а мы же предложить. Ну, предложить должен, да. Трошки, да? Все, 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 все. Тридцать. Нет, двадцать грамм. Нет, тут же по сколько? По тридцать грамм рюмочки? Нет, рюмочки по пятьдесят. Значит так, тридцать грамм. Все. Давай. Смочного. Смочного. Сантиметр шва. Что тут непонятно? Ссовать его туда, да? В притык, да. Хорошо, в притык, да? Да, в притык тут готов. Хорошо, поняла. Только не спрашивайте, почему задний этот кусок, он не вплотную к плинтусу. Все потому, что греет-то сверху, а вот в том месте как раз тепло и не идет. Ну, там ножки расположены от печи на самом деле. Ну, все, Юра, красиво. Теперь печка на своем месте стоит. Ну, а на этом на сегодня все. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok